всем всем приветик с моего канала сам себе режиссер меня зовут только я на кухне не одна одна опять не одна вот 11 дня я только взялась размораживать фарш завела тесто вынесила шашка еще мокнет ну и думаю пока размораживается может быть на снег посмотрим на снег посмотрим сейчас в окно смотрела мужчины вывозили старую электроплиту или что-то большое а вон там они еще копошатся вот там да в красной курточке что-то вылокли какую-то бытовую технику сломанную видимо почему они именно там может там какой-то металл собирают собак повыгуливали смотрю тут жители наша тоже уточком забегала быстренько 20 градусов видно не видно против видно вот хочу племени или варенье в эти вареники с творогом умно раскоряку захотелось мне и хвороста мягкого не который правильный они правильного на твороге я пеку хворост основа творог сметана яйца мука естественно и сода я соль соду сахар обычно я же не рецепт диктую на я снова говорю вот ну да соль сахар также сахара поменьше надо потому что потом посыпаем или сахарной пудрой или можно сахарком просто даже а если много сахара насыпешь в тесто и быстро гореть будут это хворостинки хворост вообще быстро пекется прямо не успеваешь переворачиваешь тонко раскрою раскатываешь и нужно жирным компонент жира много но быстро схватывается только бросишь на масло и сразу раз надо переворачивать а если сладкое тесто но быстро горит черные получаются не успеваешь переворачивать поэтому сахар сахаровый асу хворост который пеку минимум кладу ну чайную ложечку может быть но много не хотелось бы некому есть наташа вообще не лет сама кусочек торта своего доела но такая начинка масло сливочное вареная сгущенка но елки ну не собаки же выкидывать тает во рту прям я еще потоньше разрезала слои и вообще хорошо ну некому и есть все на работах по целым дням а вечером они не хотят такое тесто я кусочек остался если не доела ну вот и раздумываю но если сейчас напеку на масле хворост у меня Денис такой любил в детстве вот как им передать нам тоже некогда на машинах наташа на работе некогда даже на машинах поехать что-то передать и у них машины в гараже стоят он на работе на производственном автобусе ездит и Оля в такой мороз тоже на такси поэтому все такое на готовишь и что жалко же продукт это будет стоять и вот он на раскоряку вроде семья и есть некому это я дома так переживала ну вот начну хочу что-нибудь потому что будет валяться но я одну два съем ну думаю наташа семья буду у наташи стряпать а наташа тоже мам ну куда толстеем на глазах куда такое есть ну и на масле все таки на масле это вредно пирожки вот это все на масле я смотрю женщин в годах без конца жарят все на масле на такой типа фритюр все кипит все канцероген выделяется потом жалуются ноги болят это же все действует особенно если предрасположенность есть то лучше бы не есть такого сдерживаться самое хорошо хлеб особенно если кто сам я вот сама пеку я люблю свой хлеб хоть черный хоть белый намазать повидлом и так хорошо с чаем с молоком отлично а то булочки он лежат булочки еще правда ну ничего на морозе то конечно сейчас не страшно а вот когда потеплеет когда на мороз не выкинуть то вообще стряпать не будем все что влезет в морозильнику то и будем есть пельмени еще есть там с килограмм но делать что-то надо себя занять никого нет наташа даже говорит на обед не приедет поэтому надо чем-то заняться ну а наморозить то пока мороз есть святое дело на морозе славе понравились вот такой дед мороз поэтому и надо что-то сделать а потом думаю может быть творог сметана сахар яйцо немножко соды соли чуть-чуть тоже все по чуть-чуть замесить да сделать просто такие типа пряничков творожников печенья творожники в духовке все таки не так вредно что с маслом я вот стою думаю пока я думаю сейчас немножечко хоть полялякаю женщины переживают кто снимает видео одна женщина так была позитивна все рассказывала открыто так веселилась все ну когда вспоминала там моменты жизненные а теперь и стали писать колкости что ты то говоришь да что ты то рассказываешь да мне неинтересно но неинтересно ты будешь тыс не смотрите девочки вот девочки называют девочки какие мы девочки мы бабушки ну это же как говорится шутливое обращение мы ко всем женщинам сейчас обращаемся девочкам в магазин пришли девочки здрасте парикмахерской девочки здрасте пусть там пенсионерка или там молодые все девочки ну это так просто как сленг что ты меня называешь девочка и бабушка ну мы ж тебя через компьютер не видим бабушка ты там или девушка уж будьте любезны как захотела блогер назвать так уж не тебя ж лично а в общем в общем и вот эта женщина как расстроилась смотрю стало так это уже ну злобновато уже все отвечать нервничает чашку толкает ну это же не надо так делать тоже блогерам относитесь тоже с пониманием потому что зрители разные бывает знаете вот в жизни все плохо она вот посмотрит а ты Ao Весулишься сидишь там что-то рассказываешь тряпаешь а у нее внутри настроение плохое еще-то случилось может в жизни и под это настроение что ты там рассказываешь мне неинтересно у меня такая жизнь у меня там что-то случилось и вообще она через день может быть так бы смотрела и не сказала бы не написала но ведь не ленятся писать мне��도 рассказать одно вот мы на видео говорим нам легче сказать, чем написать. А это же не леняться написать, чтобы показать свое настроение, свое недовольство блогеру, что блогеру тоже бы не так весело было бы. Чтоб он сидел, не смеялся, а взял и позадумался, почему той женщине... Женщина... Раньше сейчас девочки не хотят... А раньше, помните, женщина! Когда кого-нибудь хотят окликнуть с женского пола. Женщина! Ну, вперед говорили, дамочка! Ну, там уже, знаете... Смотря какой класс. Ну, да, где-то там в высотке консьержи в Ленинской, там высотки в Москве, там дамочка, может, они обращались. Дамочка, вы забыли ключик. А так в основном у нас спросили, женщина! Женщина! Я к вам обращаюсь. А сейчас мы все вот сидим, девочки-девочки-девочки-девочки-девочки-девочки. Ну, вот как-то так. Раз мы в миру так обращаемся, когда приходим в какое-то учреждение, вы говорите, ой, девчонки, сегодня такой сон видела. Ой, девчонки, сегодня там в автобусе такое случилось. Это же сленг, можно сказать. Так что, дорогие умненькие наши девочки, ну, не обижайтесь, но у меня вот редко это выпадает. А я иногда, знаете, на остановке, когда на дачу садимся, старенькая старушечка, еле поднимается и говорит, девушка, девушка, давай скорее, скорее, я ей так раз помогу. Она так это размякнет. Ну, я без сарказма, а так с улыбкой смеюсь же. Девушка, девушка, скорее, скорее, ножку, ножку. Ну, нельзя все время строго требовать, как к тебе относиться. Окружающие сами решат на тебя, глядя, как тебя называть. Бабой-ягой или зоушкой, царевной, принцессой. Как захотят. Ты ж не можешь сказать, не называй мне так, мне так не нравится. Ну, тебе не нравится. А она видит в тебе вот именно этого персонажа. Насколько ты выглядишь, как она восприняла тебя. Если ты стоишь со злым лицом, начинаешь кричать, что мне за руку хватаетесь, что мне ногу наступили. Еще и так оскалитесь. Конечно, скажут, баба-яга. Баба-яушка, извини. Ну, как они скажут? Ой, принцесса, извините, да, когда у тебя перекошенное лицо, когда у тебя глаза вращаются, как у того Кощея Бессмертного. Ну, вот если так все, вы же понимаете, ведь самая ирония – это умных людей. Когда человек самоироничен, значит, он не лишен ни юмора, ни ума, ни реальности. Ну, если ты бабушка, мы же тебе не говорим, что переродись, как в старике Хатабича, в девочку. Ну, нет же. Это сленг, такое обрешение ко всему женскому полу, которого мы не видим через монитор. Мы же не видим, что ты бабушка сидишь, лохматая, седая, с клюкой. Мы же не видим. Мы говорим, девочки, посмотрите, что я тут настряпала. Ну, девочки! А почему и по именам называем? Конечно, если бы отвечал на вопрос и назвал имя, и сказала, девочка, а я вот так-так тебе обращаюсь. То да, ты можешь. И то, и то. Назвали и назвали. Будьте любезны проглотить. Тем более, это не обзывание. Вот сколько я посвятила этому видео. Ну, да, и вот вы спортили блогеру настроение. Блогер расстроился. Начал уже не так позитивно рассказывать. Давление у блогера повысилось. Тоже, она уже не такая веселая. Вам от этого легче? Ну, раз легче, что сделаешь? Пришла помогать. Позвонила, видать, женщина. Девочка. И к ней пришла девочка помоложе. Ну, вот, как сказать? Как тут заставишь? Ну, как заставишь тебя назвать как-то? Ты себя в зеркало-то видишь. Красавица! Ну, красавица! Ну, писаная! А там... А со стороны-то они смотрят. Ну, все уже, бабушка-то уже считает, что красота была ли вообще от рождения. Ну, я не знаю, мне весело, мне весело. Ну, вот мне скажут. А кто-то мне писал. Что ты старуха там все одно и то же говоришь? Вареники давай свои лепи. И вари. А тетка сказали даже. Тетка, последний раз тетка сказали. Тетка, вари вареники. Я говорю, племянчик, варю, варю, мой хороший, варю вареники. Ну, и у меня даже правда злобы нет такой. Я этого человека не знаю. Возможно, он сидит в подвале под бомбежкой. Ему зло берет, конечно. Мы сидим тут в тепле, светлее и что-то еще стряпаем. А он в подвале сидит, конечно. Он обобщает всех нас врагами. И захотел так зло высказаться. Ну, племянничек он мне, значит, раз я тетка. Не знаю, мне не обидно никогда. Честно, без всякого я этого. Как говорится. Как говорят. Нет, нет, без пафоса, без воронья. Не обидно. Во-первых, у нас тоже зеркало есть. И мы реалисты. Я реалист, например. Я вижу. На видео подмажешься, конечно. Там чуть-чуть седину прикроешь. Там лысину где-то прикроешь. Ну, естественно, это не то, что ты на самом деле. На самом деле же, ну, еще утром, когда встанешь, вообще напугаться можно. Ну, восьмой, десяток. Как ты можешь выглядеть? Люди говорят некоторые. Ой, как ты хорошо выглядишь. Ну, я же понимаю. Я отлично понимаю, что человек хочет поддержать в мои годы меня. Ну, тем более я причесалась. Там еще губы накрасила ярко-ярко. Бру подвела. И он хочет меня поддержать. Это добрый человек, из добрых побуждений. Чтобы я еще приосанилась так это. Дальше больше с собой ухаживала так же. Вот. Я принимаю с благодарностью. Ну, я понимаю, что она знает, сколько мне лет. И в такие годы я не могу красиво, уж прям красиво выглядеть. Ну, что сказали бы. Ну, молодец, губы накрасила. Молодец. Губы накрасила. Все уже, значит, все хорошо. Знаете, посмотришь, лицо уже, знаете, особенно я темнокожая. Даже не темнокожая, как это желтая кожа. Лицо желтое. Губы синяя. Глаза на выпучку через стекло очков. Ну, это вообще. Если еще не покрасишь, это вообще. И стараясь накрасить губы. А уже слепые. Мазанешь пару раз. Ой, маловато. И вот когда губы покрасишь, смотришь. Уже ты не такая какая-то синяя-желтая. Уже вроде как вот краска, она продает лицу какое-то. Ну, как выйти вот на экран, хоть мне и мало смотрят. Но все равно, все равно, даже сто человек, если смотрят. И я по себе, может быть, сушу, но не люблю я неприбранных людей. Некоторые, конечно, контент делают, что вот я встала с кровати, вот я такая нечестная, идет к зеркалу. Но это их дело. Да, возмущения начнутся, начнутся комментарии, начнется там спор, кто говорит, что пусть так и будет, кто говорит, пусть накрасится, кто пусть приберется. Это как вот контент, интерес человека подогреть. Я нет, потому что у меня другое в голове. Я не хочу людей пугать, чтобы они писали мне ради этой писанины я там что-то. Ну, тем более сейчас, тем более сейчас. Но кто уже, конечно, я все про то, кто получает, кто не получает деньги, я про это. Ну, вот кому это нравится, ради Бога, ну, я-то могу и не смотреть. Я могу не смотреть. Вот с кем я сейчас подписана, вот одного блогера сейчас часто смотрю, она всегда прибранная. Ну, у нее не на этом строится интерес к людям, а на воззвание к спорту, воззвание к поддерживанию здоровья. И она всегда садится опрятная, подкрашена, тоже уже седьмой десяток разменяла, но ей не скажут, это честно. Вот, стрижечка, ну, все как надо. Ну, бывшая бизнес-леди, ясно, что. Ну, не хочется, но она, правда, и краску волос показывала. Но я не стараюсь это не смотреть. Я вот смотрю, знаете, даже просто человек, не обязательно там какой-то фотомодель, а просто обычный человек, если он просто причесан, ну, опрятный. И если еще хорошо говорит, ну, знаете, не нукает, не экает, не отвлекается на какие-то посторонние темы. А вот так вот речь развита. У меня бывает, если что длинное видео, я поставлю, замешиваю тесто, смотрю, смотрю. А вот, знаете, я же по себе могу вам сказать, я сама блогер, но и сама зритель, я могу сказать, раздражают некоторые, да. Но я никогда не пишу. Я смотрю, у нее подписчики, у нее есть свои зрители, они ее поддерживают, да, да, там Маша, Катя, молодец, что пишет, снимаешь. Я смотрю, не обращая внимания на хейтеров, там, на все. А я смотрю, у меня тоже, думаю, ну, что ж ты так говоришь-то? Нет, сленг само собой, или там где-то Г вставляем это, там, с юмором, да ладно. Бывает, экают, бэкают, в смысле сбиваются. Ну, вот эти разговорные жанры, я имею в виду. Или когда снимают, ну, просто видео бытовое, я имею в виду, но связано с приготовлением пищи. И они отворачиваются попой, и там что-то готовят. Ну, я понимаю, ей не просто взять камеру, встать над плитой, показать, что там на сковороде творится, потом развернуться назад. Это очень не умеют, не любят с камерой, и они считают это ненужным. Ну, так построено у них видео. И я стараюсь такое тоже не смотреть. Я хочу на человека смотреть, на его глаза, на его мимику. Видите, у меня вот такое. А ее зрители говорят, ну, что, что она повернулась задом, ну, она же там работает. Ну, все по-разному. Ну, все, ну, девочки, ну, девочки, видите, девочки, девушки, бабушки, тетеньки. Как еще вас назвать? Выбирайте то, что вас ненервирует. Я вот уже не первый раз говорю. Кого-то вообще это смотрела несколько там, около года, несколько месяцев. Сейчас не смотрю. Я, как говорится, ну, присытилась. Раньше не замечала что-то там такого. Сейчас замечаю. Мне это немножечко, действительно, тоже напрягает. Я не смотрю. Вот и все. Все. Зачем писать? Зачем человеку уколоть, чтобы у него испортилось настроение? Мы же все разные. Все мы разные. Бабушки, старушки, бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Вот это я сегодня посмотрела. И как расстроилась влогер бедная. Я не досмотрела до конца, потому что она все время, все время, вот у нее все внутри же, конечно, она все время это повторяет. Я ее, вот смотри, я хоть тебя заблокировала, тебе, вот смотри, молча. Ну, уже, знаете, не то. Я думала, она будет рассказывать с конца своей там жизненной ситуации, там какие-то случаи, какие-то мелкие там конфликтики, там есть, или вьюн. Ну, вот такое, я думала, пожизненно нет. Начинает обращать внимание на комментарии, начинает схватка быть. Начинает вот это лицо уже недоброе. Я это уже не смотрю. Вот так как-то. Ну, стараюсь не портить себе настроение. И еще, мне сегодня повезло, прям, я не знаю, тоже на ленте выскочила женщина. С коммунальными там у них было переморожено дом, переморозили, двухэтажный дом, это, во-первых, где-то на севере. И она с таким измущением, но она жаловалась на видео, раз она снимает, каждый день рассказывает, что случается, какие события у нее в жизни. Каждый день она снимает, она и готовит, и снимает, что у нее. Но если у нее случилось, перемерзли трубы, почему она это не имеет? Ей запрещают. А зачем это говоришь? Представляете? Вот зрители начинают уже режиссировать блогерам. Что им сказать, как им сказать, о чем сказать. И она вот такая вся говорит, да зачем говорить, что я позорюсь, рассказываю об этом, что трубы перемерзли. Ну, действительно, это же виноваты службы. Службы действительно ничего не делают. И не только сейчас. Мне кто-то, там кто-то написал ей, что вот развалили страну, и сейчас и там, и там непорядки с этим службой коммунальщиков. Да что вы говорите? У нас мама жила в таком же двухэтажном доме, где была вода только холодная и слив. Вода холодная и слив. Все. И отопление. Горячее не было. У нее был бойлер висел. И туалет на улице. И это здание стояло в центре города. В центре города. Улица Советская, 11 В, могу сказать, кто в Биробиджане живет. Во дворах стояла центральная дорога идет. И между двумя центральными дорогами вот этот дом. Он с 30 какого-то года. 38-го и 37-го года рождения. Но его, видно, когда-то печное было. Потом, видимо, подвели и отопление. Я так думаю. Я так думаю. Я не знаю. Но так думаю. Не могло в 37-м уже такое быть, чтобы там отопление еще было. И она там жила сначала. Ну, сестра жила, она жила. И вот с 77-го года, под 2010-й год, пока не снесли дом, там такая же была песня. Зимой у них квартира с совместным коридорчиком. На две коридорчик. И от него отходит тамбур. И две квартиры выходят с этого тамбура. И в этом тамбуре идет трубка тоненькая, снабжается вода в умывальник. Ну, в раковину. Там посуду моют и умываются все подряд. И вот если морозы, мама встает ночью и обматывает эту трубку тряпками и поливает с чайника кипятком. Только тогда есть реально, что не замерзнет. А бывает она, вот нормально течет вода, а она утром встает, а воды нет. И вот эта трубка промерзала вот в этом вот тамбуре, коридорчике. И она быстро хватала чайник, кипятила и поливала эту трубку, чтобы оттаять там воду. Представляете, это было с 77-го по 2010-й год, пока не снесли дом. Так что еще развала не было страны. Еще процветал 77-й год. А такое уже было. И они коммунальщикам звонили. И они, а что сделаешь, эта трубка вот прям над полом по плинтусу идет в этом коридорчике. И при морозе она замерзает. Вот и все. Вот и она не могла зимой ни в больницу лечь, к примеру. Благо, что такого не надо было. Ко мне она приедет на два дня и уже скорее-скорее. Ой, дочь, мне надо домой. Там, не дай бог, трубка совсем лопнет. Ну, благо, Нина там со своей квартиры приезжала и наблюдала. Но ей же на работу тоже, она день на работе и ночью. А когда она ночью утром приедет оттаивать эту трубку. И она очень мало, она ко мне приедет на день-два. Зимой вообще старалась не ездить. Она не могла бросить, да. И тут всю жизнь эти коммунальщики, я не знаю, за что они получали вот эти вот зарплаты. Мы, конечно, кухню всю эту не можем знать. Нам никто ее не раскладет по полочкам. Ну, если мы платим коммунальные, все оплачивают, все квартиры. Это не то, что в 90-х не могли люди платить, не давали зарплаты. А в то время-то весь объем платили. И все равно ни до кого не кричишься. Туалет был, а там туалет и на улице был. На том мамина в доме. И еще и мусорка деревянная, знаете, деревянная. И вот туда все сливали, все носили, и оно все замерзало. И оно все сверху, все редко надо разбивать эти доски. Вот редко они ее чистили. Это было что-то. Это было в 70-е годы. Ну, вот мама была ребенком репрессированных родителей отца. И как раз пошла программа. Было такое где-то в начале 2000-х, что репрессированных детей, детей репрессированных родителей, ну, как-то надо переселять куда-то. В общем, на них обратить внимание. Вот им приносили повышенные какие-то к праздникам 9 мая денюшку там, что-то и подарки какие-то. Ну, в общем, началась вот эта программа поддержки репрессированных детей, репрессированных родителей. Мама входила в это. И тут мама заболевает. Это 2007 год. Да, она уже почти не встает. Встает только к столу, ну и на горшок. И представляете, Нина, правда, с ней находится, но Нина в другой квартире, но на это время она с ней. А я в другом поселке совсем работаю. Мне нельзя, у меня большой подотчет, миллионный подотчет. Я не могу бросить ни в отпуск надолго, ни на выходные не могу приехать. На один день туда-сюда никак. Смысл приезжать один день. Подмениться не могу подотчет большой, а страшно бросить все это на кого-то, на чужого человека, который за это не отвечает. Ну вот я как раз была, вот я не помню, то ли 2007, то ли 2006 год. Но это не суть. И как раз встреча была президента с людьми. Знаете, прямой эфир. Я еще дома жила, в Бурее. И вот задают вопросы, этот смс посылают люди, и все, строка эта идет там, где операторы сидят, отвечают на вопросы. Смс тоже двигается по ленте, видно, я вижу люди. Ну, у меня тогда еще телефон был такой кнопочный, но все равно смс. И я написала, что вот в таком-то, в Биробиджане живет моя мама. Она ребенок репрессивных родителей. Она сейчас лежит больная. У нее не туалет, а не горячей воды. Это невозможно. Такие условия. Ей уже 82 года. Как так? И даже дом, в котором она живет, уже 10 или 15 лет в аварийный числится. Аварийный дом числился. А числится и числится, и никуда их не переселяли. Они все ходили, мама, когда здоровая была, и к мэру ходили. Везде обращались к губернатору. Бесполезно. Ну, вот я очень длинно написала смс. Я объяснила, что она болеет, что я далеко не могу ей помочь. Единственное, хорошо сверху соседка приходит. Ну, хоть горшок вынесет, поможет. А сестра другая на работе день. Еще не на пенсии. Ну, в общем, я длинная написала смс. Ну, как сказать, я сама себе думаю. Я знаю, что никогда на наши письма никто в жизни не отвечал. Все это уходило, знаете, в никуда, в космос. Ну, просто написала, да, мне легче хоть будет, что я все равно обратилась. И, понимаете, мама в восьмом году умирает. Ну, я приезжаю, меня Нина вызывает, говорит, квартиру нельзя бросить. Начали уже в квартиру камни кидать. Разбили окно, но знает, что старушка умерла, а не знает, что кто-то караулит. Ну, в общем, такой это уже дом был совсем. Возле восьмой школы стоял, кто Биробиджан знает. Она меня вызвала покараулить квартиру, потому что я уже на пенсию вышла. Как раз в восьмом году я вышла на пенсию. Я в феврале вышла на пенсию, а мама в марте умерла. И я устроилась на работу сразу, думаю, ну, что я буду сидеть. Очень страшно в этой квартире сидеть. Она, вы знаете, уже вся прогнила, пол ушел туда вниз. Вокруг окон ходят пьяницы с бутылками, садятся на завалинку этого дома. И всю ночь пьют и матерятся. Все, вот окно прям рядом, завалинка, низкий дом, вот этот вот двухэтажный, деревянный. И в одно прекрасное время телевидение приходит, Биробиджанское местное телевидение, снимает наши комнаты. Я была, правда, на работе, соседка, благо, была у нее еще хуже. Я-то хоть приехала, побелилась. У нас трещины были с палец. Я все позамазала, все побелила. Конечно, если бы зашли к нам, у нас не так. А вот соседка напротив, там бабушка была. Там у нее вообще все такие щели с руку. Пол внизу провален. В общем, они с видео обшелали. Это значит, на мое СМС откликнулись не сразу же, не на второй день, а год прошел, наверное. Наверное, да, наверное, год прошел. Наверное, в седьмом я писала, когда там у них было. Можно посмотреть, загуглить даже. Эта встреча была президента. Прямой эфир. И со временем там же бригада работала. В то время он вообще стражил их, чтобы все, что было, чтобы все выполняли. Если он что-то узнает и не сделанное даже что-то хотя бы, то все боялись за свои места, я так слышала. И вот через год пришла... Ну, потому что каждый может написать, что хочешь, так же. Вот. И они видео сняли. Видимо, отчитались про этот адрес, про этот дом. И все. И мы успели войти в программу о переселении. Еще программа не была закрыта. О переселении детей репрессивных родителей. Вот по этой программе мы попали все-таки благодаря вот моей СМС. Если бы, конечно, наверное, через год уже бы не попали. И вот я живу в маминой вот этой квартире ужаса. Там, наверное, около 7 месяцев прожила. Ну, и племянник приходит, говорит, тетя Оля, все, нам дают квартиру там-то. А там Вася прописан, мой племянник, один. Больше в эту квартиру никого не прописывали, потому что это был дом аварийный. Все знали, что когда-то переселять, а зачем лишнюю площадь давать. И там запретили прописку. Там мама была прописана. И вот Вася, ее внук. А я у Нины была прописана в квартире. И вот дают квартиру в новом доме в районе Парковой. Это спальный район, хороший квартира. Правда, китайцы делали ничего там хорошего. Но все равно не завалена и горячая вода, и туалет, и ванна, и все. Кто-то, у кого приватизированные были, и тем дали. И у нас не была приватизированная квартира. Потом уже Вася приватизировал в течение 5 лет, по-моему. Вот. И я там уже, сколько, 12 лет живу. С 10-го года. Вот 14-й год я там буду жить. Вот. Поэтому надо как-то выше смысл. О, пришло. Смысл рассказывать хейтерам, рассказывать те, кто живут и не представляют, что такие условия могут быть, что перемезает вода, и коммунальщики не думают ничего делать. Смысл с ними собачиться-то? Вы столько свои нервы портите. Вы где-то выше пишите. Сейчас же смс можно писать. Сейчас можно на сайт туда, на сайт президента, на сайт. Ну, пусть не ответят раз, пусть два. Ну, у него работает все равно. Сейчас, наверное, с этой войной, наверное, не так, не дает. Может быть, не так будут. Может, будут половина скрывать от него это все. Удобно будет им. Но испыток не убыток. Что толку слова? Слова к делу не пришьешь. Надо писать, подписываться. Сначала мэру, губернатору. Потому что они всегда говорят, мы не обращались, а мы обращались. Мама ходила еще когда. Ну, и поэтому надо меньше обращать на комментарии частные. Там же люди всякие сидят, больные сидят, злые. Если, знаете, скажут слово, можешь заболеть. Не надо на них обращать внимания. Так что я вот вам рассказала, как вот мама уже после смерти получила квартиру, как ребенок репрессированных родителей. Вот так. Ну, я если оттуда уеду, конечно, это Вася будет или сдавать эту квартиру, или продавать. Потому что он себе новую купил, а меня там поселил. Мама наказала. У нас-то поселок развалился, где я жила. Мы дом продали, детям отдали деньги, и все. Мама очень просила, чтобы мы рядом все жили. Я пенсию получила. И, конечно, так-то раньше никак нельзя было. Надо было пенсию зарабатывать. Межнодорожная пенсия. Она, конечно, чуть выше. Вот так я рассказала, что, девочки, не надо собачиться. Вы сами понимаете, у вас самих начинается портиться настроение. Подниматься давление, и лицо у вас делается. Такое же, как у хейтеров злобное. Не надо. Я вас очень прошу. Ну, вот на этом надо, наверное, закруглиться, потому что я могу говорить 2-3 часа. И тоже смысл какой? Никакого. А у меня пока вот пусть тает. Тесто еще маленько помешу. Хоть оно и пусть подстаивается. И еще не решила. Буду я творожники делать или на масле, или в духовке. Буду решать. О, Фрося, поела? Пока-пока. Будьте все счастливы, будьте здоровы. Не ругайтесь. Берегите свое здоровье. У нас его и так не очень много. С переживаниями, со всякими, со всеми на свете. Еще не хватало на больных людей злые глаза делать. Не надо. Желаю счастья, здоровья. Будьте благоразумны. Будьте терпимы друг к другу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok